Музыка Я это заявляю открыто и достоверно знаю, что это проплаченные агенты Центрального разведуправления США. Кроме того, господин Яценюк является первым заместителем главы масонской ложи в Украине. А главой масонской ложи, если кому-то неизвестно, является господин Пинчук, зять господина Кочевой. И все вот эти вот обманы, которые производились, и все команды. Господин Янукович, это просто марионетка. Рука господина Кочука, Учу и Кровчука. Они же его и продали. Они же ему давали команды не то пускай Беркут, то не пускай Беркут, то пусть штурмуют, то пусть не штурмуют. А потом, когда людям в конце концов было разрешено взять оружие в руки, их могут предали. В первую очередь это дело рук господина Кочука и господина Кочева. Это их дело. Потому что мало кому известно, что господина Кочеву после победы, так называемой победы, поворачивая революция, не тронули благодаря господину Пинчуку. Американцы вернули его деньги, то есть сняли арест его с счетов, и он себе спокойно шутил. А то, что после того, как продали господину Януковича, я не говорю, что он хороший, я не его поклонник, он не женщина, чтобы я его любил или ненавидел, но он был во многом неправ, хотя он действительно остается легитимным президентом. Хотим мы этого или не хотим? Хотят этого фонтерологи вонючие или не хотят? Я неужно надоело слушать, не слушать, а скажу, блядь, человека, любому. Но прежде всего надо разобраться, что по пути, какова причина. Ведь мало кто знает, что за основной беспредел творил господин Ахметов Ренат Леонидович, господин Коломойский, глава Всемирного Еврейского Конгресса. Господин Фирдош и Ижи с ними. Все вот эти олигархи. Вначале это выглядело, как обычно два клана дрались за кормушку, как было в 2005 году. А теперь это просто прямая оккупация Соединенными Штатами Украины через подставных лиц. Я этого не боюсь, не бояться ничего. У меня слава Богу. Хватит сил за себя поставить. Но вот супруга моя осталась там. И не только супруга. Есть очень много людей, которые хотят припунуть к России. Очень много людей хотят просто помощь от России, чтобы очистить Святую Русь от наследствия красно-коричневого чума и американских сионистов. Я не антисемит. Спасибо. Я интернационалист. Я человек, воспитанный в духе советского интернационализма. Но пусть люди не путают. Я к простым евреям никакой ненависти не испытываю. Они ни в чем не виноваты. Они также терпят от своих агнатов, так называемых ортодоксальных иудейских организаций, хасидов, в частности, организаций хаббат, которые правят всем этим черным пиром. Так что пусть не обвиняет меня никто в антисемитизме. Но в конце концов я могу сказать, как в Одессе говорят, кто такие семиты, кто такие антисемиты. Вам известно? Нет. Семиты это те, кто пьет до семи антисемиты, которые просто в семье. Так говорят в Одессе. Я люблю одесский юмор. Настоящий старый одесский юмор. Но я ненавижу того, что творят. Вот представьте себе сцена на Майдане. Стоят представители греко-католической церкви. Стоят представители так называемой автокефальной самосвятой, которые во время войны ходили и показывали немцам у этих в семье на фронте дети, у этих в партизанах и т.д. и т.п. Также представители так называемого лжепатриархата киевского, которого не признал даже в свое время Папа Римский. Во главе с господином Михаилом Денисенко, который себя до сих пор называют почему-то филаретом. А он анатеме предан за клятву преступления и за многие другие грехи перед церковью матери. Сейчас он пытается уже вступить в тайный сбор с правым сектором, в частности с такой фашистской организацией, как «Свобода». Это настоящее ее название под социал-националистической партией Украины. Это чтобы все знали. Свобода – это просто переговор. Они поняли, что они не смогут выйти на политическую арену, если они будут выйти под своей истинной вывеской. Потом они вынесли закон. Есть такой депутат Бригинец, по-моему, я не помню, не силен в этих названиях, но я знаю, что это 100%. Законопроект о запрещении московского патриархата, запрет русского языка на Украине вплоть до уголовного преследования – это все дело рук ультраправых при поддержке американских фашистов. Скажем так, иначе их не могут взять мирового империда. Вот и все. Может, я не мастер говорить, но просто у меня уже наболело. Еще раз повторюсь, это звучит рано.